Продолжение следует... 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 пытаются помочь рыбам во время весеннего паводка и многое другое. Неудивительно поэтому, что и после окончания школы многие становятся биологами, ботаниками, химиками. Только 17 выпускников Валентины Самойловны учатся в вузах на факультетах химии и биологии. Следующий наш информационный сюжет подготовлен из колхоза «Правда». Хозяйство это среди других колхозов и совхозов числится в числе средних. Бывают, правда, иной раз своего рода взлеты и падения, как, например, случилось недавно с наборами молока. По утверждению ведущего эфира Ханова, залива Зайкатовича, примерно до 20-х чисел февраля в хозяйстве от каждой коровы получали около 5 килограммов в день. Однако в скорости после этого начался массовый отел животных. В итоге, по сравнению с тем же 20 февралем, сегодня здесь получают от каждой коровы на 1,5 литра молока больше. 22 марта, в день, когда мы побывали в колхозе, на массу сырокомбинат было сдано 1615 килограммов молока, который идет первым сортом. В хозяйстве знают, что пока это немного, вроде бы и стараются трожить колхоза, а все же не могут существенным образом изменить обстановку. Как проинформировал нас залив Зайкатович, с кормами нынче в колхозе дела обстоят неплохо. В летний период кормов было подготовлено с большим запасом, и проблем нынче с обеспеченностью кормами у них не было. Вокруг нас собрали все животноводы фермы. Здесь были и доярки, которые долгие годы проработали в колхозе, и те, которые пришли сюда недавно. Я обратилась к ней с вопросом, что они могут сделать для того, чтобы повысь надой молока. Более двух десятков лет ответили, что скоро у них действительно прибавится надой молока по причине отела многих животных. За 20 лет их работы, сказали они, было всякое и трудные нелегкие моменты, и приятные мгновения. Безусловно, труд на ферме сейчас облегчен. Почти все процессы механизированы. Не дуют доярки вручную, не таскают сами силос. В основном все это делают сейчас механизаторы. Это недостатка и в рабочих руках. Штат доярок колхоза укомплектован полностью, впрочем, так же, как и штат скотников. Неплохо трудятся доярки Закирьянова Забида, Мухеева Ршида, Нургаянова Альфья, Нарислава Альфья, скотники Мулакаев Ремфель и Музипов Зайкат. Это люди, которые около 20 лет своей жизни отдали трудному, не всегда почетному, но необходимому всем крестьянскому труду. Тогда же, когда они начинали работать, были построены и эти животноводческие корпуса фермы. Так что ферма – ровесница трудовых биографий этих людей. Как сказали нам заведующие фермы Ханов Залев Зайкатович и сами скотники и доярки, на ферме созданы определенные условия труда. Всего на ферме 250 голов крупного рогатого скота, которых обслуживают 12 доярок. Каждая доярка обслуживает от 26 до 34 животных. Несколько слов о рационе кормов. Каждый день корова получает 50 кг болтушки, около 3 кг фуража, 25-30 кг сенажа, 15-20 кг соломы, минеральной добавки соли. Несомненно, неплохо поставлены в колхозе ветеринарные и зоотехнические службы. Мы постоянно повторяем, не хлебом единым живых человек, и все же. В последнее время серьезную озабоченность вызывает наличие в магазинах города и села продуктов питания первой необходимости. Тем более наступает время весенней распутницы. Сегодня группа выехала на рейд по сельским магазинам. С нами рядом заведующий отделом торговли, местной администрации Марина Римовна Борозова. Настоящий момент. Элеги вақытта біз мне эткене магазинда. Узегіз біле таныштыр, узық тәлі? Бен калдям басан дүрі. Шуши магазинда, уже 25-й ел шілеймін енді, 26-й ел. Міне елғы, узықлік вақытлары жеттә бетінде. Холыққа, нытаймен тұргынша, бүтін. Нәрсетті жеттәлік деп өлесіңізді, узығында магазинда? Хазірге жеттәлік деп өлеймін адымен. Башни жеттәлік деп өлеймін адымен. Шейлер, айбәтреклер керек. Индийский шейлер керек. Группаарислар керек. Бұл өлтей бары бұрза пасқа. Бұл ғаш бетінде ити керек, итикләрі керек, плашлары керек, плашлары керек, плашләрі керек. Қардалар керек. Итолар керек. Бұл қарталар. Фτη бест бір біл, қарад керек, плашлары керек, плашлары керек, плашлары керек. Музыка Продолжение следует... 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 Играет музыка 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 Суточный привес в марте месяце в группе Шамраева Геннадия составил 833, не отстает от него и Шакирдинов Иосиф. Вообще в группе откорма 2 подгруппы до 4 месяцев и до года. Растут телята без падежа, в основном не страдая ветеринарными болезнями. Субтитры создавал DimaTorzok Хакова Альфья Фаргатовна, заведующая фермой и одновременно ветврач, раскрыла нам секрет этого. Оказалось, дело в том, что еще задолго до того, как корова отелится, ей регулярно, раз в 20 дней, делают уколы селегнитонатрия и витаминов, как противоядие против кислотности. В этом случае телята рождаются более приспособленными к жизни. Кстати говоря, 50% коров на ферме уже отелились к этому времени. На сегодняшний день от одной коровы здесь получают 9,2 литра молока. Есть доярки, которые по итогам 3 месяцев текущего года вышли за тысячный рубеж. Это гордость хозяйства Стерхова Раиса, Смолина Лиля, Чукавина Галя. В этом, конечно, немалую роль играет то, что нет в колхозе проблемы с кормами, и то, что добросовестно работают животноводы. Такие, как Киприанов Павел Шамраев, Александр Ламакин Юрий, Андреев Евгений, Ирбулатов Вениамин, Стерхов Николай, Мерзляков Олег, вовремя и силы сподвезут, и солому, фураж, погрузят молоко, выпустят и загонят коров на моцион. Труден, очень труден и тяжек хлеб крестьянина. Но привычные ко всему неропщут они. Хотелось бы, чтобы мы научились ценить этот труд. Не чувствуется на ферме недостатка рабочих игрок. Всюду, где мы побывали, работают молодые, крепкие и трудолюбивые колхозники. Например, средний возраст доярок и животноводов на ферме 35 лет. Не бегут из деревни молодые люди, остаются здесь, женятся, создают семьи, работают. Думается и в том причина, что колхозники получают очень даже неплохую зарплату. Есть, к примеру, животноводы, которые получают около 100 тысяч в месяц. Наверное, это тоже неплохой стимул для работы. Сельчане знают, что в деревне может прожить только тот, кто, как говорится, и швец, и жнец, и на туде, и грец. И трудиться вот так приходится не только в личном хозяйстве, но и на колхозной работе. Например, телятники Шамраев Геннадий, Шакирдинов Иосиф, Мерзляков Иван в этот день занимались обработкой досок для полов телятника, где они работают. Вот так спокойно, без паники, трудятся колхозники хозяйства Искора. Успехов им в этом! Все мы, горожане, живем в одном общем доме. Этот дом – наш город. Он еще совсем юн, пока только становится на ноги. Обрастает красивыми домами, зданиями. Улицы его одеваются в асфальтовое снаряжение. Янаул растет. Каждый приезжий из других районов северной зоны со вздохом зависти гласит. Конечно, Янаул – это город станционный. Вот и отличается он от других райцентров. Думается, что, естественно, дело не только в этом. Последние годы город действительно изменился в лучшую сторону. Всякий житель города скажет, что администрации города делается многое для того, чтобы Янаул стал еще более краше, чище и цивилизованнее. А вот что делаем для этого мы, жители города? Так ли мы заботливо и по-хозяйски относимся к своему большому дому? Весна раскрыла под сугробами огромное количество мусора, сухих листьев, отходов. Все мы убираемся у себя в квартирах, а ведь вполне возможно убраться и в подъездах, и во дворовых площадках. Эти кадры служат своеобразным обвинением в адрес всех нас, жителей города. Улица Худайбердина – это въезд в город со стороны города Нефтекамска, многих сел и района. Однако посмотрите, в каком он состоянии. Если бы жители этих домов по улице Худайбердина прибрались хотя бы у себя перед домами, думается, въезд в город стал бы намного чище и приятнее. Тут валяются и остатки соломы, чуть ли не на дорогу сваленные дрова. Все это, конечно, можно сделать. В наших силах сделать город краше и солиднее. Слова серьезного обвинения можно предъявить и в адрес работников ЖКХ, которые во многих местах не зарыли колодцы теплотрассы. Здесь бьет ключом горячая вода, а рядом играют наши с вами дети. Увы, печален может быть итог этих игр возле колодцев. Во многие колодцы горожане просто-напросто сыпали мусор, старую битую посуду, пыль из пылесоса, да еще бог весть что, всего и не перечислишь. И виновников отдельных домов назвать трудно. Оказывается, многие из нас грешат этим. А дети, опять же, играют среди кучи мусора и пыли. Казалось бы, чего проще собраться всем жильцам и выйти во двор, собрать мусор, разгрызти старую осеннюю листву. Мужчинам дружно починить покосившиеся детские песочницы, грибочки, привести в порядок игровую площадку. Однако не можем мы пока похвалиться такой организованностью, к сожалению. Мало того, многие жители города грешат тем, что то ли линяясь вынести домашний мусор на улицу, а то ли не считаясь с общественным мнением, выкидывают все это с балконов. Например, возле домов по улице Некрасова на земле лежат и мешки, и полиэтиленовые бумажные, и известь, старая обувь, и одежда, а порой даже и продукты питания. Вот что еще хотелось бы сказать. Если улица Худобердина – въезд со стороны Втекамска, то улица Азина – главный въезд со стороны Уфы, Бураева, Калтасов, других райцентров. Как хотелось бы, чтобы и эта улица была самой красивой, чтобы при въезде мы могли с гордостью сказать, что это наш город. Субтитры создавал DimaTorzok Раньше здесь росли деревья. Однако несколько лет тому назад по этой улице меняли теплотрассу, а при этом деревья выкорчевали. Теплотрассу, конечно, поменяли, а деревья, красу и гордость любой улицы, снова не посадили. Хотелось бы видеть на газонах и цветы, и деревья. Однако летом здесь трауром лежит только черная земля. Неужели и нынче останется эта улица, не засаженной цветами и саженцами? Хотелось бы знать, кто конкретно должен заниматься озеленением города. Вы видите, в каком состоянии улица Ленина возле базарной площади. В общем-то, это и есть центр города. А тут валяется столько мусора, бумаг, бутылок, что становится даже как-то неудобно. Немалая заслуга в этом, конечно, и коммерческих ларков, и всех торгующих на рынке. 23 апреля по всей республике пройдут субботники. Может быть, не дожидаясь его, нам нужно выйти во дворовые площадки, на улицы города, чтобы сделать наш хенаул красивым и чистым. Уважаемые телезрители, мы начинаем цикл передач, посвященных 50-летию победы над фашистской Германией. Сегодня наш рассказ о герое Советского Союза в нашем земляке Хайдаршине Гайдаршиновиче. В далеком 911 году в большом волостном селе Байгузина, насчитывающем 315 дворов, в семье небогатого крестьянина Хайдарши родился мальчуган, которого нарекли Гайнаншой. Ранов приаксен тяжкие лямки жизни. Проучившись в школе всего лишь 3 года, начал самостоятельно пахать, баранить, сеять зерно. Его университетами были хлев во дворе, хлебное поле, а лекциями по учению опытных хлеборубов. Вырос физически крепким и большого роста, зато кряжестым. Гайнанша изредка, хоть и работал в колхозе, с разрешения правления, нередко подрабатывал на стороне, трудился в анализах заготовках, участвовал в строительстве Магнитогорска, был грузчиком в Камском пароходстве. Все планы перечеркнула война. Уже на третий день после ее начала вместе с 17-ю односельчанами Хайдаршин уходит защищать родину. Никто из байгузенцев, как и весь советский народ, не предполагал, что жесткая схватка с врагом протянется на долгие 5 лет, что из 17-ти односельчан живыми вернутся только 5. Провожали их всем селом, под тальянку, женщины плакали, а детишки бежали впереди лошади. Глупые, они тогда еще не знали, что некоторые из них останутся сиротами в этой войне. Вспоминает Гайнанша Абы, вспоминает. Те годы, когда он был молод, силен, отдал самые дорогие годы жизни самой продолжительной и трудной войне 20-го века. Вот сидит он, герой Советского Союза, очень скромный, трудолюбивый человек, который всю свою жизнь трудился, был обыкновенным крестьянином. Может, так и жил бы он, работал в колхозе, был совсем неприметным, рядовым человеком, если бы не война. Ведь правду говорят, что человек раскрывается полностью в экстремальной ситуации. В районной газете по радио много говорилось и писалось о подвиге героя. Мы не будем повторяться, а хотим вам рассказать о сегодняшнем житье-бытие его, о детях. Вернувшись в 44-м году с фронта, молодой парень, да еще к тому же герой, не давал покоя шустрым байгузинским девчатам. И все же одна из них, вездесущая закера, сумела так и окрутить парня. Вышла замуж за него и родила ему одного за другим восемь детей. Музыкально одаренная закера, которая хорошо пела, танцевала, тем, наверное, и завлекла Гайнаншу. Вот и теперь они вот так вот, сидя рядышком по вечерам, частенько поют. Гайнанша оба играет, а закера поет. Гайнанша оба играть, а закера поудовщей занималась. Музыкальноات комедий minuten. Музыкалька. Музыкально одаренная дарен 42-м. Музыкалька. Музыкалька. А во время школьных фаникул небольшой дом Кайдаршиных наполняется детским смехом. Это их внучата, которые очень любят дедушку с бабушкой, не дают стареть этим двум старикам. Шестеро детей из восьми – Федорис, которые живут в Винауме. Федус, Фарас и Федаиль, которые работают в колхозе «Правда». И Фердуса, работающие на почте в Бабизино. Про себя, которые живут в семье на севере, не забывают отчий дом, который дал им дорогу в жизнь, воспитав в них любовь к труду, к жизни, к родному краю. Вот так живет сейчас герой Советского Союза Хайдаршин Инаша Хайдаршин Ильич. Война кончилась 50 лет назад, но этот достойный человек всю свою жизнь останется в нашей памяти именно таким – скромным, бодрым и трудолюбивым. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы от имени близких друзей передаем самое искреннее поздравление с юбилеем Минязеву Фариту Зиевичу. Юбилей – это праздник не старости. Пусть не чувствуют сердце усталости. Юбилей – это зрелость всегда. Это опыт большого труда. Это возраст совсем небольшой. Никогда не старейте души. Пусть ваша жизнь будет долгой, счастливой, согретой заботой детей и внуков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Главный агроном колхоза Пазюлин Вильсу Шарапович рассказал об особенностях подготовки в этом году. Затем конференция была продолжена в здании Каймашабашского сельского дома культуры. С докладом о задачах и особенностях качественного проведения весеннего сева 1994 года выступил Алим Боревич Салихов. О готовности колхоза «Волга» к проведению ярового сева и мерах обеспечения сбора сельскохозпродукции заложение в прогноз колхоза рассказал председатель колхоза «Волга» Сагид Тимирьянович Исламов. Также выступили специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия. С информацией о готовности техники выступил главный инженер управления Забир Зикафович Рахман Гулов. О том, как агроклиматические условия района позволяют организовать прогрессивную плодосеменную систему земледелия, проинформировал агроном управления сельского хозяйства и продовольствия Герус Гельмолович Давлетов. Начальник государственной семенной инспекции Назифа Замановна Саляхова рассказала организации семеноводства о необходимости постоянного внимания и заботе к нему. Также выступили начальник станции защиты растений Анис Хадипович Рафиков, главный агроном колхоза «Вод» Победа Каберчил Губаев. Основной докладчик Алимбаревич Салихов отметил, что до посевной кампании остались считанные дни, а проблемы еще есть. Из-за отсутствия средств район не смог существенно обновить парк тракторов и сельскохозяйственных машин. Невспаханными с осени остались 7400 гектаров земли. Часть ослабленных озимых подлежит пересеву. Стратегическая задача в земледелии, сказал докладчик, состоит в том, что в текущем году, несмотря на все сложности, нужно получить необходимые максимально возможные урожаи зерновых кормовых культур. В ближайшие 2-3 дня следует еще раз проверить качество ремонта почвообрабатывающих машин, барон-культиваторов, дисковых барон-сейлок, катков, провести их регулировку. Все имеющиеся нарушения и недоработки привели к невыполнению незапланированного производства валовой продукции. Оно составило 35 миллионов 800 тысяч рублей в сопоставимых ценах 1983 года или 75%. Докладчик отметил, что все сельскохозяйственные орудия и механизмы должны быть агрегатированы в соответствии с техническими параметрами, агротехническими требованиями и в соответствии с обеспечением соблюдения техники безопасности. На конференции принимал участие председатель комиссии Верховного совета по аграрным вопросам и продовольствию Фан Шамсулович Шерифуллин. Платотворно поработав, конференция на этом завершила свою работу. Считанные дни остались до начала весеннеболевых работ. Наша съемочная группа побывала в машино-тракторской мастерской колхоза имени Чапаева. В колхозе идут последние приготовления к началу посевной. На этих кадрах вы видите, как механизаторы колхоза еще раз после районного техосмотра тракторов и сельскохозяйственных машин проверяют готовность техники к выходу на поля. И говоря об Ольге Цосовой как композиторе, невольно удивляешься ее скромности. Она не считает себя полноправным композитором, потому что все песни, как говорит Ольга Цосова, создаются совместно с аранжировщиками. Поэтому очень... О готовности техники к весеннеболевым работам рассказал главный инженер колхоза Вазигатов Ильшат Ангамович. Ольга Цосовой как композитор Ольга Цосовой как композитор Ольга Цосовой как композитор Ольга Цосовой как композитор О семенном фонде колхоза нас проинформировал главный агроном Табаров Рикзаум Макимович. Ольга Цосовой как композитор 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 Вот, и мне кажется, при наличии вот такого условия, чтобы конкретный человек был, конечно, это будет, обязательно будет. Я лично в этом уверен. Вот мы сегодня планируем сделать 4 операции. Первая из них склеропластика. Операция имеет не только чисто медицинский аспект, а и социальный аспект. Так как миопия, близорукость, является самой частой причиной инвалидности по зрению. Причиной инвалидности бывает не обычная школьная миопия, а миопия, которая неуклонно прогрессирует. Прогрессирующая миопия, благодаря этому человек вынужден носить очень толстые очки, и постепенно зрение его снижается, вплоть до инвалидности. Эта операция, склеропластика, направлена для того, чтобы миопия, маленькая, которая развилась у школьников, дальше не прогрессировала и не проводила к инвалидизации. Где-то эффект этой операции где-то 95-98%, и поэтому, благодаря применению этой операции нашими глазными хирургами, сейчас процент инвалидизации у миопов уменьшается. Вы сказали, что эта операция в Янауле проводится впервые, да? Мне наши доктора, вот Янаульские, наши коллеги сказали, что в Янауле эту операцию не проводили. Я думаю, что после наших этих показательных операций, думаю, что Янаульские в России тоже широко будут применять эту методику, так как и квалификация у них высокая, и оборудование сейчас хорошее, поэтому я думаю, что никаких проблем не возникнет. Какие еще операции сегодня будут проводить? Сегодня будет проводиться экстракция катаракты, удаление катаракты, то есть это бабушка слепа на один глаз, и наша задача удалить у нее катаракту, а вторая операция будет удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. То есть наша пациентка получит зрение и будет видеть без очков, и будет видеть хорошо. В первом случае эта бабушка будет носить очки, довольно толстые очки, во втором случае очков она носить не будет, и будет видеть хорошо двумя глазами. Успехов вам, спасибо. Еще у нас есть одна операция, последняя, тоже, конечно, она впервые проводится не только в Янауле, а вообще за пределами Уфимского института глазных болезней в Республике Башкорстан. Это радиальная кератомия, это знаменитая Федоровская операция, которую разработал Святослав Николаевич Федоров. Значит, она заключается в нанесении радиальных надрезов на переднюю поверхность роговицы для исправления близорукости. Наша пациентка страдает близорукостью и астигматизмом, поэтому наша задача путем математических расчетов и хирургической операции устранить как близорукость, так и астигматизм. Значит, и благодаря этому девушка будет видеть хорошо, значит, без очков и без ношения сложных сфероцилиндрических очков, как она была вынуждена раньше толстенные, некрасивые эти сложные очки носить. Вот, так что, надеюсь, в общем-то, надеюсь, я не знаю, вряд ли, наверное, в Янауле будут радиальную кератомию применять, но что современные технологии экстракции катаракты и склеропластики приживутся в Янауле. Я уверен, с этой целью мы сюда и приехали. Профессор Азнабаев рассказал, что в Институте глазных болезней в год оперируется около 1 миллиона человек. Институт занимается не только лечением больных, но и обучением кадров, организует семинары для офтальмологов Республики и всей России в целом. Сейчас ученые института вместе с химиками и органиками работают над лечением вирусных заболеваний. Сотрудничают с Институтом катализа академиком Джимилевым, пытаясь наладить изготовление материалов для производства контактных линз. Пока же, отметил Марат Алгатович, институту приходится приобретать его за рубежом. Линзами нужно обеспечить всего 4 лаборатории. Для сведений скажем, что каждая линза стоит около 2 долларов. В клинике на сегодня одновременно могут пройти лечение и прооперироваться 320 человек, которых обслуживает 500 человек персонала. Врачи и ученые института работают и за рубежом, а это говорит о высокой их квалификации. Кстати, ученые института в течение трех дней вели прием больных также и у нас в городе. Вы видите, уважаемые телезрители, что врачи-офтальмологи готовятся к проведению этих уникальных операций, которые начнутся через несколько минут. Врачи, у нас последние 2-3 года, особенности вот последние, 93-й год, складывались и складываются очень теплые и дружественные отношения с республиканским научным и сельским институтом глазном болезни. Прежде всего, это связано с добрым пониманием со стороны руководства данного института, уважаемым профессором Марат Талгадычем. Я, наверное, выражу общее мнение, прежде всего, жителей, да и больных нашего района. Я хочу поблагодарить вас, весь коллектив больницы и нашей больницы, и института глазных болезней. Вас, уважаю, Марат Талгадыч, за то большое понимание. Выражаю вам благодарность от имени всех жителей нашего Яновойского района. И такие отношения, добрые отношения с вашей стороны останутся навсегда. Наверное, я очень рад за ту помощь, которую оказывает, с пониманием относятся наши промышленные предприятия, в частности, руководство НГДУ, других предприятий, руководство нашей центральной районной больницы последние годы, отделение глазных болезней. Они проявляют большую инициативу и очень рад, что наконец-то большая медицинская помощь приближается непосредственно к силу. Это же отрадно отметить. Особенность последний год из института глазных болезней, большим десантом ежеквартально, даже ежемесячно, к нам приезжали доктора и оказывали практическую помощь жителям нашего района. Огромное вам спасибо, Марат Талханович. Мы желаем поблагодарить вас от имени всех жителей нашего района. И желаю вам крепкого здоровья, успеха в вашей нелегкой работе, счастья вам всем медицинским работникам нашей районной больницы и всем тем врачам, особенно которые приехали из Уфы, оказать практическую помощь нашему населению. Большое спасибо. Рифат Давлетханович, вы работаете мастером цеха по ремонту телерадиоаппаратуры 79-го года, как вы сказали. А о бытовом обслуживании населения в народе сложилось нелестное мнение. Вот, в частности, о ремонте телевизоров они говорят. Вот, то они ремонтируют некачественно, то они не вовремя сделают с опозданием на месяц, на два. В общем, немало нелестных отзывов. Вот чем вы это объясняете? И тем более они увеличились в последнее время. Ну, насчет сроков ремонта телевизоров зависит не от нас. Это, во-первых, детали достаем сами, где можем достать. Вот, например, приведу пример. Если телевизор сегодня в новой модификации придет, на них у нас деталей нет. Пока мы их ищем, находим, проходит месяца, может и два месяца. Пусть нас тоже поймут правильно. Мы зависим от деталей. Если детали есть, мы вовремя делаем. А если детали нету, то пусть немножко клиенты тоже поймут нас, подождут, пока мы их найдем. Запрос делаем в заводы. Вот тогда уже телевизоры можем делать. Еще что. Насчет качества. Качество тоже зависит от деталей. Вот, в последнее время, вот, закупили детали мы, называется ДКС, 15 штук. Из них 13 штук бракованные сразу были. Две только годные были. Вот, зависимо от этого, качество и сроки у нас пока хромают. Рефат Доволитханович, в цехе, в приемной цехе мы видели несколько отремонтированных телевизоров. Они стоят, за ними не приходят. Чем вы это объясняете? Ну, чем объясняете? У нас, сами знаете, положение, зарплату не могут получать по трем месяцами. И по этой вине у нас простраивают готовые продукции. Вот только из этого. В общем, вы объясняете это инфляцией. Да, инфляция идет. Основное у нас заказчики нефтяники. А нефтяники тоже уже денег вот несколько месяцев не могут получать. Из этого вот не знаем, как дальше жить, как работать. Но мы тоже хотим зарабатывать, зависит деньги от клиентов тоже. Но они не могут закупить аппаратуру из-за отсутствия денег. И мы тоже не можем закупить детали из-за этого. Старые, хорошие кадры. Пока не жалуемся друг к другу, как от нас семья работаем. Если кто что-то не может делать, то вместе делаем. Мы знаем, что по сравнению с 1993 годом у вас объем услуг упал. Чем вы это объясняете? Мы раньше работали как-то плановым. Дали план. И мы это как-то выполняли. И это сам делали. Запасные части нам поставлялись бесплатно. Мы брали со склада, с Нечекамской. И после ремонта, в конце месяца только сдавали денег. А сейчас нам надо приходить самим покупать запасные части. И поэтому мы не можем лишних запасных частей покупать. Не можем. Что нам надо на сегодняшний день, вот это только мы можем купить. Остальное уже. Из-за этого мы можем немножко у нас смонтировать. И хочу сказать еще клиентам, которые смотрят телевизор, чтобы не дали частникам телевизор ремонтировать. После они все равно к нам приходят. И нам тяжелее ремонтируют. И им дороже обойдется. Поэтому, если что... Детали, конечно, сейчас очень дорогие. Если даже идет через коммерческие структуры, через коммерческие структуры идет, они несколько, два-три раза дороже. Если, конечно, был рак, как раньше, прямые поставки нам с завода, тогда дешевле было бы. Поэтому у нас немножко ремонт дороже получается. Это не из-за нас. Не мы виноваты. Это наша вот эта жизнь, инфляция. Вот насчет инфляции я еще могу добавить. Если, например, мы берем детали сегодня за 5 тысяч, мы его ставим за 6 тысяч, то уже через день, два, три, идем покупать другие эти детали, уже они стоят 10 тысяч. Вот из-за этого расчета у нас прибыль никак не идет. Только у нас на обыдок идет. Из-за этого вот по сравнению с прошлым годом, с 93-м годом, у нас рост вообще, наоборот, уменьшается. Не повышается, уменьшается. Потому что у нас сейчас раньше было 2,4 КПП по деревням работало. Сейчас работает только один Месогутовский. Остальные все закрыто. И вот у нас работа в деревнях прекратилась. Сейчас только в основном в городе. А в городе, сами знаете, частники много, дают объявления. Они, которые не могут ремонтировать, которые уже полностью там, не зная, что делают, приносят нам. Мы сидим месяцами, неделями телевизор ремонтируем. За такую же цену. А скажите, вот сельчане как-то обслуживаются, или они сами привозят к вам на ремонт? У кого транспорт есть, они привозят. Если у кого нет, то они, не знаю, нет. Последние 2 года не едем. Последние 2 года не едем. Но если где-то соберут телевизор, или раньше было медпункты, клубы, если там организуют, соберут, то мы едем уже, поехали проводить. Да, действительно, бытовое обслуживание населения всегда было, что называется, притчей в языцах. Наверное, были тому и объективные, и субъективные причины. А вот нынешняя экономическая нестабильность поставила перед бытовиками еще одну проблему. Уважаемые телезрители, на этом передача и на Ульской студии телевидения окончена. Доброго вам рабочего дня!